Друзья, 3 мая на экраны всего мира выходит фильм, который называется Мстители. Супергерои популярной серии комиксов американских, Марвел, вы все знаете, объединяются в уникальную команду, цель которой, вы не поверите, противостоять злу во всем мире. И сегодня, друзья, у нас в гостях на втором шоу Вечерний Ургант артисты, которые сыграли в этом фильме. Давайте их приветствовать. Джереми Реннер, Том Филлстон и Крис Хэнсворт. Ну что ж, друзья, добро пожаловать в Россию. Спасибо. Спасибо. Счет 1-0 в пользу Тома. Спасибо. Спасибо. 1-1. Друзья, первый вопрос. Поскольку вы в России, мы знаем, что в этом фильме существует персонаж из России. Это Наташа Романова, черная вдова. Кто из вас играет Наташу Романову? Это я. Я играю. Я хожу в кошачьем костюме на протяжении всего фильма. Я чувствую это. Это придык такой. Меня прямо это очень возбуждает, когда я думаю об этом. Отлично. Хорошо. Ну, расскажите, как вообще все это началось? Вы же все-таки из совершенно разных фильмов. Я так понимаю, Том и Крис принимали участие в одном фильме, Джереми принимал участие в другом фильме. Как вот это все объединилось в одну команду? Сейчас, сейчас. Подождите, мы перевод слушаем. Джош Уиден, который написал и режиссировал этот фильм, гениальный, генер-продюсер, он создал и Баффи, и разнообразные другие фильмы. И он очень умеет собрать разнообразную команду. А Марвел его пригласил работать над этим проектом, чтобы собрать такую классную, первоклассную команду. Железный человек, Тор, вот он у нас здесь сидит. Капитан Америка, который не приехал. И Холкай, и черная давака, понимаете, это я. Это просто самая лучшая команда, которую вы когда-либо где-нибудь могли увидеть. Том, судя по тому, как вы отвечаете, отвечаете все время вы, я могу попросить поменяться Джереми у вас местами, я хочу, чтобы он так вышел. Джереми, come up here. Hello, Jeremy. Okay. Hello, sir. Давайте прямо сейчас посмотрим, у нас есть небольшой клип из вашего фильма, после чего вернемся. Посмотрите, пожалуйста, это «Мстители». Каждый будет сам за себя. Готовимся. Собрать команду из выдающихся людей. Крис, я знаю, что ваша семья ожидается прибавление. Как, не сложно ли так надалеко уезжать? Yes, we are. Yes. Yeah, yeah, это правда. It's a big deal. Sorry, man. It's a big deal. Tom. Yes, sir. Не отвлекайся. Tom. Какие у вас, какие у вас есть суперспособности? Я сейчас серьезно спрашиваю. Ну вот вы, я знаю, что, Том, на нескольких языках вы разговариваете. Нет, на самом деле не говорю, по-русски точно не говорю, к сожалению. Хотел бы говорить по-русски. Немножечко по-французски. По-французски могу завтрак себе заказать. Вот и все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это значит, что Тор победит? Да. Тор победит, да? Тор всегда победит. Это моя большая трагедия. В нашей стране та же ситуация. У кого самый большой молоток, тот и выиграл. Друзья, у нас реклама прямо сейчас. Мы вернемся сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, артисты из кинофильма «Мстители» сегодня в вечернем Урганте. Вы знаете, можно много разговаривать. АПЛОДИСМЕНТЫ Можно много разговаривать о том, кто насколько силен. И мы решили, знаете, кино, компьютерная графика, вот это все. Это все попытка скрыть собственные силы. И вот сегодня впервые мы решили проверить, а насколько Том, Крис и Джереми действительно по-настоящему сильны. И устроить вот это соревнование на нашем настоящем силометре, друзья. Здесь надписи, Том, здесь надписи на русском, которые обозначают разную степень силы. Это древнерусские имена. Дохляк, Слабак, Салага, так звали первых обричников. Чайник, Крендель, Детина. Это Козик, Крепыш, Бугай. Это прозвище Александра Второго. Амбал, Монстр, Громила, Кинг-Конг. Это депутат государства Думы. Я же плохой, я проиграю, правильно? Итак, пожалуйста. А если я промахнусь? Не стыдить меня хотите, осторожно. Помни, если ты промахнешься, ты увидишь, что находится под этой студией. Это единственный раз, что Локи держит в руках молоток. Амбал, Монстр, Монстр, Монстр. Давай уже бей. Не плохо, не плохо, не плохо. Не плохо, а? Амбал. 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 Джереми, насколько я понимаю, теперь новый Борн тоже будет проходить с твоим участием. И этому я хочу попросить поаплодировать всем поклонникам сериала про Борна. АПЛОДИСМЕНТЫ Но насколько ты силен в болоте, я прошу показать сейчас. Друзья, Джереми Реннер, давайте поаплодируем. АПЛОДИСМЕНТЫ И наконец, и наконец. Стоит за минуту. Стоит за минуту. Стоит за минуту. Вот он, друзья, Тор. Крис? И? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это мой... АПЛОДИСМЕНТЫ Это мой второй. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хотел пробить крышу, но получилось. Ну что, друзья, не перевелись еще богатыри еврейские на земле русской. Сейчас, я объясню. У нас вчера было первое шоу, и я чуть-чуть потянул спину. Я могу взять кого-нибудь из своей команды? Например, оператора. Миш, можно тебя попросить? Сюда. Я хотел бы вам представить Мишу. У вас в фильме снимается «Черная вдова». Здравствуйте, Миша. Так вот, ребята, у Наташи Романовой муж оказался жив. Черный вдовец Михаил Романов. Этот парень, этот парень, этот железный человек без костюма. Я так давно, я первый раз в жизни хочу потрогать мужскую грудь сейчас. Друзья, в нашем небольшом, нетрадиционном целом конкурсе победил Крис Хамсон. Давайте поаплодируем музыку. Друзья, спасибо огромное, что вы приехали. Спасибо. Я бы хотел сказать, что 3 мая во всех кинотеатрах мира начнется фильм «Мстители», выйдет на экраны. И я призываю всех вас его посмотреть, потому что в этом фильме вы встретитесь вот с этой прекрасной троицей. Давайте поаплодируем ребятам и нашим гостям. Но теперь вам я хочу сообщить следующее. Дело в том, что, несмотря на то, что фильм «Мстители» выходит в 2012 году на экраны мира, в России фильм про «Мстителей» появился еще далекий шестидесятый. И сейчас я, друзья, попрошу вас покинуть эту студию так, как это делают «Мстители» в нашей стране. Дамы и господа, «Мстителям» нужно уходить, продолжать совершать свои подвиги. Дамы и господа, сегодня у нас в гостях Джереми Реннер, Том Фиддлсов и Крис Кэнсворд. Спасибо большое, мэр. Спасибо.